Подруги, привет и добро пожаловать на мой канал! Что, соскучились по нам? Мы какое-то время отсутствовали. В понедельник, да, мы не выходили к вам в эфир, выпуска не было, все потому, что в воскресенье, 8 марта, у матери был день рождения. Это мой большой день, и, собственно, мы решили с котенком немножечко-немножечко отдохнуть. Но сегодня четверг, праздники прошли. Кстати говоря, надеюсь, что вы отлично отпраздновали 8 марта, и ваши мужички вас порадовали. Мои мужички меня порадовали точно. Так вот, праздники прошли, и мы сегодня готовы снова заняться делом. А дело у нас одно – безопасность малыша в нашем доме. В силу того, что он сильно активный, сейчас он просто сконцентрированный, но во все остальное время он очень активный. Он лезет во все ящики, лезет на все комоды, поднимается на ножки, открывает все, что можно открыть, дверцы. Следовательно, мне нужно позаботиться о том, чтобы мой малыш был в нашем доме в безопасности. Чтобы, во-первых, не дай Боже, он не добрался до опасных предметов, таких, например, ножей, вилки и все остальное. Это раз. Второе, чтобы он не лез своими ручками в розетки. Потом, чтобы он ни в коем случае не перевернул на себя ни один комод. Ну и, конечно же, чтобы он не смог открывать ящики, в которых есть, например, стекло, либо вещи, которыми просто ребенку играть не нужно. Поэтому сегодня мы будем работать над тем, чтобы обезопасить все эти места и чтобы котеночек мог спокойненько тут ползать и изучать территорию, но без вреда своему здоровью. Да, котенок? Согласен? Согласен. А еще у меня сел голос, поэтому я сильно сегодня такая загадочная и томная. Наслаждаемся. У нас тут целый ящик всякой всячины, так что сейчас будем это все разбирать и смотреть, что мы можем сделать. Значит так, Рэм уже хватанул защиту для ящиков. Они выглядят вот так. Называется Easy Plus Safe. Магнетические замки. Их я купила, как я говорила, уже в Allant, где я, собственно говоря, нашла очень много классных штук для безопасности малыша. Я даже не предполагала, что это такая большая проблема. Вроде бы как элементарная необходимая вещь, но не туда было. Найти хорошие не так-то просто. Значит, это у нас такие для выдвижных ящиков. Так, у меня таких несколько штук. Также у нас есть вот такие вот тросы специальные для комодов, чтобы малыш ни в коем случае не смог опрокинуть комод на себя, когда он карабкается и открывает ящики, и, собственно, по ним пытается взлезть, вскарабкаться наверх. От Safety First у нас есть вот такой вот замок защиты в дверь, чтобы ребенок не смог прищемить себе пальчики. Также у нас есть заглушки на розетки. Эти конкретные я купила для того, чтобы розетки мои оставались функциональными. Еще от Happy Baby я купила вот такие вот замки. Они предназначены для ящиков с дверцами. Изначально я хватанула и подумала, что вот эту штуку я поставлю на окна, но есть у меня подозрение, что для окон она слишком такая хлюпенькая. Хотя тот факт, что она тут здесь шевелится и шумит, не означает, что она слабая. Но я подумаю, посмотрю, мне кажется, на окна все-таки нужно что-то другое. Есть, наверное, какой-то специальный механизм, его я пока не нашла. В комплекте их две штуки. Вот так они выглядят. Тоже купила Валант. Ну, маленький принц. Ну, в общем, вы сами видите ситуацию. Так у нас происходит ежедневно. Он открывает абсолютно все ящики, он в них залезает и вот так вот делает. И сердце матери останавливается на секунду, потому как есть риск, что вот так вот двинув этот ящик, он может просто прищемить себе пальцы. Вот ора тогда, мама дорогая. Пока на кухне единственная штука, где есть безопасность, это наша духовка, потому как здесь есть вот специальная такая кнопка. То есть только при нажатии этой кнопки вы вообще можете открыть духовку. Следовательно, она для малыша безопасна. Стекло, оно не нагревается, оно еле-еле теплое, поэтому здесь все в порядке. Значит, у нас есть вот целый-целый длинный фасад, который имеет ящики у нас таких раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять ящиков, на которые мне нужно поставить защиты. Единственное исключение, это, наверное, верхние ящики, на которые я эти защиты ставить не буду, поскольку малыш, он до них просто-напросто не добирается, ну или, по крайней мере, до самого верхнего ящика. Посмотрю, если у меня останутся лишние замки, вот на этот я все-таки, наверное, поставлю. Ну, а самые важные для меня вот эти нижние, то есть четыре больших ящика и нижний вот этот ящик. Но потом буду смотреть дальше, что делать с этими. Да, котенок? Значит, что у нас написано на упаковке? Да-да-да-да? Так, что здесь написано? Написано прекрасным образом, что занимает все это дело всего лишь две минуты. что не нужно никаких особых инструментов, значит, не надо ничего сверлить, можно обойтись отверткой, и, собственно, все это легко дело устанавливается. Окей, сейчас будем смотреть. Очень сложно открываться. Кстати говоря, одно я уже открыла, и если вы купите такую же защиту, не делайте так, как я. Открывая эту упаковку, и начинайте резать прямо по всей упаковке сразу, потому как внутри есть инструкция, которая вам понадобится. Если вы ее разрежете, то, собственно, будет сложновато. Наверняка есть там какая-то секретная штучка, которую можно нажать, и она отскочит, но яма не сильно сообразительная, поэтому мне приходится. Вот так вот мы учатся. Так вот. Давайте поедем. Смотрим инструкцию, которую я уже не проехала. Значит так, первым делом нам нужно определиться, как закрывается наш ящик. Либо он идет встык с фасадом, либо он заходит внутрь. Мой идет встык, поэтому я буду использовать как раз-таки вот этот способ инсталляции, когда ты этот замок устанавливаешь прямо на край, на край. Если ящик входит вовнутрь, то, я так понимаю, нужно померить, отмерить, куда устанавливать внешнюю часть замка, ну и, собственно, чтобы все состыковать. И тогда его ставить. Мы едем по этому принципу, потому как, да, я уже сказала, у меня встык. Эту часть, значит, мы устанавливаем на ящик таким вот образом, трэнкс, и ждем 60 секунд, пока клейкая лента, она прихватится. И потом, и потом устанавливаем остальные две части замка на сам замочек. И потом, я понимаю, просто, просто мы закрываем. Так. Вот, да, мы устанавливаем вот эту часть, эти две части, на замок, так как он будет стоять, когда он закрыт. Нажимаем. Значит, 60 секунд ждем, сняв предварительно защитную пленку от клейкой ленты. И все. И потом используем наш магнит для того, чтобы открыть замок. Ну что, выглядит достаточно просто. Давайте будем устанавливать и смотреть, действительно ли так в реальной жизни. Так, значит, мне понадобится моя отвертка. и, собственно, инструкцию и вот эти две из-за части. Ну, давайте, поехали. Так, и первым делом, что я обязательно сделаю, это я поднезжирю все поверхности, куда я буду приклеивать. Для того, чтобы на этой поверхности не было никакого жира от пальцев, грязи. В общем, чтобы все это дело было максимально сухим. так, и так же обезжирим сам ящик. Так, все. Это пока высыхает. Полуминутки, пока это будет сохнуть, я разберусь, как сложить вот эти два механизма, чтобы они работали в один. Так, здесь клейка лента есть на обоих сторонах. Мне нужно его установить вот таким вот образом. Прынкс. я сняла защитную пленку отсюда и постараюсь прямо все это дело поставить. Ну, как-то так аккуратно давай. Ну, вот так вот, наверное. Короче, если сильно криворучка, то, конечно, можно нарисовать полосочку и все это дело установить по полоске. Так, дальше беру две оставшиеся части замка и устанавливаю. Значит, что я делаю? Эту штуковину я вставляю сюда. Так, она должна будет находиться в замке вот таким вот образом. И этот, эту часть я вставляю вот сюда. Так, и сейчас момент истины. Я снимаю клейкую ленту с этой части замка Дрэнкс. Так, ты тут стоишь, стоишь. И просто закрываю ящик в надежде, что все встанет правильно. Так, котенок, ты что тут прилег и пердишь? Давай, закрываем ящик. Так, давай, давай, давай. Ну, пожалуйста, встань, пожалуйста, встань. Так, ящик закрыт. Минуту нужно ждать. Пока показываю магнитный ключ, при помощи которого это все дело будет открываться. Значит, сам ключ выглядит вот так. Он всегда должен находиться на кухне непосредственно рядом с ящиком, на котором, ну что, подожди, на котором стоит защита. И также здесь есть вот такая вот штучка, это тоже магнит, который держит этот ключ на стене. Эта штука, наклейка ленте, также крепится на стену. Желательно это поставить так, чтобы ребенок не достал. И ключ, он постоянно будет просто на вашей стене. то есть, вы его не потеряете, и он все время будет в доступе рядом с ящиком, когда есть необходимость его открыть. Я надеюсь, тут все нормально, давайте пробовать. Значит, замок у меня находится здесь, следовательно, магнит я прикладываю сюда и жду щелчок. О, слышала щелчок. Еще раз. О, боги, открылась! Еее! Система сработала. Сейчас попробую приложить, продемонстрировать, как он его открывает. Вот, магнит, и вот, как только ты его прикладываешь, замок открывается. Круто? Смотрите, как круто! Еее! Класс! Действительно, две минуты. Так, из того, что еще осталось? Дабы вот эта клейка лента не оторвалась, когда малыш будет дергать этот ящик, обязательно нужно его прикрутить шурупчиками. Вот, собственно, моя упаковка шурупчиками. Их я просто при помощи отвертки, которую я у Марса нашла, сейчас постараюсь вкрутить в мои фасады и в каркас, на котором прикрепила основу замка. так, отлично, главное не перекрутить, чтобы все это дело, так сказать, не проворачивалось, потом, то резьбу можно сорвать. Ну, не так-то сложно, главное в самом начале просто сильно надавить, для того, чтобы этот шуруп, он саморез, чтобы он врезался в фасад, а потом уже нормально, очень легко можно его и закрутить. Собственно, все, готово. Таким же образом сейчас прикручу часть, которая у меня крепится на моем каркасе и все, замок установлен, супер, готово. Субтитры создавал DimaTorzok так, ну что ж, замки все установила, сейчас осталось установить держатель для ключа магнитного. Так, спирт, для того, чтобы обезжирить поверхность и я решила установить этот ключ здесь, под шкафчиком, где мы включаем освещение. Туда малыш уж точно не доберется. Так, вот, я показывала уже держатель, для ключа, так он выглядит, это магнитный держатель и с другой стороны клейка-лента. Значит так, отковыриваем сейчас пленку, тринкс и отправляем на стену. Так, клеится она на самом деле достаточно хорошо для такого ключа магнитного и 60 секунд не надо. Вот, собственно, сам ключ, ну и вот он отправится сейчас на свое место на стену. Тринкс! Все, ключ установлен. Каждый раз, когда мне нужно будет открыть ящик, я просто беру, достаю этот ключ, прикладываю к ящику и все, дело в шляпе. Ну что ж, замки на все ящики я установила, они теперь без ключа не открываются. Очень-очень круто, я дико довольна вот именно такой системой и что самое важное, эти замки не испортили мои фасады. Кухня осталась ровно такой, какой она должна быть, с красивыми моими серыми фасадами и ключ находится внутри ящика, то есть ты его располагаешь внутри и никаким образом эти клейкие ленты не повредят фасад ящика, это очень круто. У меня осталось, значит, поставить защиту на наши розетки и также защиту на двери. Сейчас посмотрим, как все дело работает. Я уже говорила, что я специально взяла такие заглушки на розетки, чтобы сама розетка осталась функциональной. То есть, если мне нужно, например, пропылесосить, я, естественно, пылесос включаю в каждой комнате или у меня, например, светильники, телефон нужно зарядить, камеру надо зарядить, чайник включить, неважно. Все розетки в доме у меня должны быть функциональны, потому как они были распланированы под конкретные нужды. И, следовательно, я не могу позволить себе заблокировать мои розетки так, чтобы они не работали. Тогда, собственно, мы останемся без наших приборов. Здесь есть вот такие петельки, в которые вилку, когда вставляешь, просто проворачиваешь и вилка заходит. Как только вилка отсюда выдирается, все, заглушка срабатывает и к розетке доступа нет. С другой стороны, как обычно, клейкая лента. Ну, здесь, мне кажется, немного маловато, но не знаю, будем надеяться, что она будет работать. Так, ну что ж, вот моя заглушка. Я сняла пленку с клейкой лентой и вот наша розетка. И я ее таким простым способом ставлю сюда, придавливаю, так, чтобы она прям приклеилась. И обязательно нужно учитывать положение, в котором вы ее крепите. Вот эти обычно металлические штуки, они расположены вертикально, следовательно, и саму заглушку нужно ставить вертикально. Так, и поехали, вторая. Так. Ну, давай, прилепись хорошенечко. Вот наша вилка. И как мы ее вставляем? Сначала вертикально, потом проворачиваем, и все, она вставляется. Оп. Есть. И как только мы ее достаем, все, заглушка работает. Так, ну что ж, попробуем верхнюю. Так, вертикально проворачиваем, вставляем, все, вилка в розетке, мелкий подошел, дернул, хопс, и все, заглушка закрылась. Отлично работает. Так, ну что ж, мне осталось установить еще вот такую вот защиту на мои шкафчики с дверьми. Здесь тоже с задней стороны клейка лента, естественно, и здесь такой типа как замочек. Давайте протрем здесь шкафчик. тут находятся все мои женские причиндалы, и так как этот комод у нас в коридоре, то Рэм, естественно, обожает в него залезать. Поэтому мне нужно это все дело заблокировать. Значит, так, обезжирили поверхность, снимаем клейку ленту. Интересно, кстати, как он работает. Сейчас проверим. Так, ну, наверное, на самый верх я это все поставлю. Так, стоит. Пока сильно дергать не буду, но, в общем, если попытаться открыть одну дверь, она не открывается. Работает это по принципу нажатия здесь кнопочки. То есть мы нажимаем, и замочек открывается. Снова закрываем, и все. Так, отлично. Ну, единственное, что в этом случае не так привлекательно, это, конечно же, внешний вид. Так как мебель у меня черная, здесь сам замок белый-серый, но смотрится так себе не очень. Но, ладно, всего хотеть, наверное, нельзя. Главное, на самом деле, кухня, потому как эти комоды меня не сильно волнуют. Здесь самая главная безопасность малыша. Зацените мой паильник. У мамы теперь тоже вместе с Рэмом есть паильники. Этот желтый манчикин. У нас сейчас все паильники, на самом деле, манчикин 360 Miracle Cup. Вот, очень крутой паильник. Здесь по всей каемке поступает вода, когда прикладываешь шикарту. Вот, например, он не проливайка, а как только здесь нажимаешь, трынкс, вода поступает. И, собственно, это конкретный паильник с такой вставкой, в которую можно поместить фрукты. Водичка получается очень-очень вкусная. Так что мы с Рэмчиком оба из этого паильника пьем. За него, так сказать, боремся. И это мой, мамкин. Просто паильник большой, так как я люблю объемы, у меня 750 миллилитров. Огромный паильник, который также крут и в спортзале, и ежедневно просто пить воду и следить за тем, чтобы ты выпивала свою дозировку. Так что, бабы вам на заметку. И для детки, и для вас очень крутые паильники. Пить воду. Все, надо пить воду. Ладно, вода водой. У нас остался еще вот такой вот прибор, который должен нам помочь укрепить наши комоды к стене. Мы, кстати говоря, когда покупали комоды, мы все эти крепления, которые шли в комплекте, мы их куда-то удачно профукали. У нас этих креплений больше нет. Здесь вроде бы есть клейкая лента. С чего он состоит? Двух таких вот частей. Это два троса. Вот так они выглядят с обеих сторон. И здесь, как вы видите, есть клейкая лента. 3D-скотч. И здесь тоже. Так, что мне нужно будет? Ну вот, кстати говоря, первым делом открываю инструкцию. Я вижу, здесь нужна дрель, потом карандаш и отвертка. Все есть, кроме дрели. Это нам нужно будет добыть. И, собственно, таким вот образом это все устанавливается. Я думаю, что я оставлю это для своего мужа. Покажу вам уже в следующем влоге, наверное, результат, как это все будет выглядеть. Ну, а здесь у меня, помимо комодов, еще осталась вот такая вот защита для двери. Вот такая вот скоба, получается, которую ты устанавливаешь на дверь. Инструкция. Вот так она устанавливается здесь на дверь, чтобы малыш не причинил себе пальцы. Вот этот вариант мой. Ну, привет, ты проснулся? Скажи, подружки, привет, я проснулся. Нам нужно установить вот эту штуковину на дверь. Я уже сказала, что у нас сейчас ремонт в комнате Рэма, поэтому он переехал временно и обитает в нашей спальне. Следовательно, дверь стукает в нон-стопе целый день. Он пытается ее открыть-закрыть, открыть-закрыть. Ему этот процесс сильно интересен. И, в общем, не раз спасала его от того, чтобы он не прищемил себе пальцы. Я ее поставлю просто самым незамысловатым способом. Здесь высоко, чтобы малыш не мог до нее добраться. Вот таким вот образом. Вот она у нас стоит. Держится хорошо. Так. Ну вот, он уже пополз к двери и пытается ее тут закрыть. Значит, если он ее закрывает... Давай, котенок. Нет. Обратно. Это, кстати, он ее сейчас пытается закрыть. Давай. Хопс. Бум. Вот так вот у нас и происходит. Это только что сделал Рэб. Так что, штука классная, работает. Пальцы себе он не прищит. Вот. Собственно, сейчас он еще раз пытается эту дверь открыть-закрыть. Ну, давай. Хопс. Бум. Ну, все. Вот так он ее и долгит целыми днями. Прекрасно. Супер. Работает. Что еще у нас в доме по безопасности? Конечно же, я уже показывала вам и в ближайшее время еще раз покажу. У нас в комнате малыша есть манеж. Его я покупала на Озоне. Это компания Ифам. Вот. Он нам помогает очень и очень просто, когда нужно малыша на какое-то недлительное, короткое время поместить в манеж, его закрыть, там принять курьера, сходить в туалет, не знаю, что-то приготовить и так далее. то этот манеж нам помогает. Там он заполнен игрушками, я его украсила разными наклейками и в общем малышу там в нем очень комфортно, весело и есть чем заниматься. Также я постелила одеяло, чтобы ему было мягче там сидеть и собственно, чтобы он не вырывался из этого манежа каждый раз, когда я его туда помещаю. Ну, а так как у нас в комнате малыша уже активно начался ремонт и там все сильно не готово, а сейчас мы там клеим обои, то покажу наш манеж, конечно же, когда у нас будет рум-тур по его новой красивой комнате. Также была у меня мысль купить заборчики, которые устанавливаются в проемах дверных, когда ты заходишь или выходишь из комнаты, но на самом деле квартира у нас небольшая и пока я понимаю, что нет витальной необходимости ставить эти заборчики, особенно, когда есть манеж. Ну, то есть, грубо говоря, цель-то ребенка изолировать, и если я поставлю заборчик, например, в проходе из его комнаты там в коридор или на кухню, из коридора на кухню, ну, это все для нас, мне кажется, достаточно будет громоздко и не будет иметь смысл, особенно, если, как я уже говорила, есть манеж, в который мы малыша помещаем и можем его на какое-то время изолировать, так, чтобы он был в безопасности, пока родители заняты. Вот, по поводу заборчиков я, наверное, буду думать в Риге, потому как там у нас частный дом, там у нас камин, и вот там, как раз-таки, эти заборчики, они могут пригодиться. Но об этом уже будем говорить, когда мы приедем в Ригу, это будет приблизительно через месяц. На день рождения малыша мы планируем, как раз-таки, отправиться в Ригу к его рижской бабушке, к его дяде с тетей, к его двоюродным братьям, и, в общем, будем праздновать день рождения именно там. Так что, в это время, как раз-таки, наверное, будем размышлять по поводу необходимости покупки специального заборчика, ограждения для камина или помещений в нашем Рижском доме. Подруги, в комментариях обязательно напишите мне, что вы делаете с окнами, какие замки или какую защиту вы ставили на свои окна. У меня в квартире окна очень большие, двойные, мне обязательно нужно подумать, какую защиту поставить на окна, чтобы малыш ни в коем случае эти окна не открыл. Ну, это касается также и балкона. Так что, в комментариях жду от вас советов по поводу замков на окна. Ну, а на этом я сегодня с вами прощаюсь. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео, и вы нашли что-то для себя полезным. Подписывайтесь на мой канал, ну, и мы с вами увидимся уже в следующем нашем видеоролике. Обещаю, ролик будет очень-очень интересным. Так что, не пропускайте. На этом сегодня все. Пока.